Слово 15. Между умными и глупыми людьми, по-моему, есть существенная разница. Родившись на свет, человек не может жить, не увлекаясь интересными вещами. Дни увлечений и поисков остаются в памяти самыми светлыми днями его жизни. Разумный человек интересуется достойными серьезными делами, уборно добивается своей цели и даже воспоминания о перенесенных невзгодах на пути к ней ласкает слух и радует сердце его слушателей. В ней не найдешь и тени сожаления о прожитых годах. Легкомысленный человек тратит время на ничего не стоящие, пустые, бессмысленные затеи. Хватившись, обнаруживает, что лучшие годы пролетели напрасно, и позднее раскаяние не приносит ему утешения. В молодые годы он ведет себя так, будто молодость бесконечна. Не сомневается, что впереди его ждут еще более заманчивые утехи и радости. Но очень скоро, утратив былую силу и гибкость, он оказывается негодным ни на что. И еще одно искушение подстерегает людей, страстно увлекающихся. Достижение успеха или приближение к нему дурманит, им головы пьянить. Хмель застилает разум, заставляет совершать оплошности. Человек невольно привлекает к себе внимание окружающих, становится объектом людских пересудов и насмешек. Разумные в такие критические моменты не теряют рассудка, сдержаны и не выставляют своих чувств на всеобщее обозрение. Глупый же скачет на неоседланном коне, воздев глаза к небу, словно обезумев, потеряв в пылу шапку и не обращая внимания на то, что полы его чапана покрывают сад лошади. Вот что я увидел. Желаешь быть в числе умных людей? Спрашивай себя раз в день, раз в неделю или хотя бы раз в месяц. Как ты живешь? Сделал ли ты что-нибудь полезное для своего образования, для земной или потусторонней жизни? Не придется ли тебе потом испить горечь сожаления? Или же ты и сам не заметил, не помнишь, как и чем жил?